Он идет канал вдоль парка и выходит в сторону Финского. То есть там море рядом. Я так понял, последний отсюда мост. Вот там, когда раскадыровал. Здесь социальный район называется. То есть многодетные, инвалиды, старики. Ну старые сносили здания, старые коммуналки расселяли. Огромнейший район и все это социальные дома. Практически покупали, никто здесь не покупал. Здесь есть такие районы, которые живут вообще по своим каким-то правилам. Все равно где-то здесь происходит или... Прямо у Плаза все встречаются. Прямо чуть-чуть от Плаза отходят, начинают там рамсить. Ты че, ты там за Украину или еще что-нибудь. Объехать, нет? Я живу в этом доме и обсуждали как раз название. Я знаю, что петиция собрала множество голосов. По-моему, там так мало людей, движухи вообще нету на том берегу. Я иногда приезжаю на автобусе вот на ту сторону и захожу в магазины. Вот там ряд магазинов есть в тех домах. И это ужасные магазины по атмосфере. Я просто решил туда не заходить вовсе, потому что, ну, ужасно все, начиная. А вот персонал, который там работает, похоже на бывших зэков, охранники, которые смотрят на тебя из-под темных очков вот так вот, за каждым твоим движением следят. В общем, я решил забить на этот вот, на тот берег. А, ну здесь, да, дома поновее, люди побогаче, все это, все, как и должно быть. Думаешь, так должно быть? Ну, а как у нас в обществе, как мы живем? Кто-то победнее, кто-то побогаче, как еще? Здесь люди больше всего не любят кавказцев, которые строят им все эти площадки и дома. Мусор валяется по лесочкам, если пройти, я не знаю, там нету мест без бумажек абсолютно нигде. Почему? Ну, потому что люди-козлы, почему? Там дома, которые от государства дали мамочкам, дедушкам, там, ветеранам, и их туда бесплатно поселили. Откуда знаю, потому что у меня там друг живет. Офигенная квартира, ну как в офигенной, большая как бы квартира, только все отваливается, кран отваливается, ремонт там вообще жесткий. Это очень красиво разрисовать картонную коробку. И склеить ее клеем ПВА. Так, непрочно и шатко. Очень добрая. За 6 лет никого не кучила. Только облизывает. Не, послушайте, вопрос стоял, но кто-то в телевизоре сказал, нет. Не будет такого. Назвали, вчера назвали. Назвали уже. Официально. Ну, Путин связи хочет с Кадыром. Все-таки он там бандитов у себя бьет. У себя бьет бандитов там убивает. Вот у меня история есть, блин, такая забавная, всем ее рассказываю. Вышла я, значит, как-то на ветеранов прогуляться. День хороший, весна. Я нахожу кустики, такие офигенные кустики. Там вот так деревья, там солнышко свесится, вообще все как надо. Такой мини-рай. Вот захожу туда, сижу там, что-то думаю, разговариваю с другом по телефону. Тут слышу из-за кустов там голос такой, давай, давай, вставляй. Я думаю, это мне. Я вылезаю из этих кустиков, начинаю как бы выяснять, в чем дело. Типа, ты что вообще офигел? Начинаю там причитать, как бабулька, вот же и в кустиках посидеть нельзя. Все сразу думают, что там вакханалия. Вот, а он такой, да нет. Говорит, прости, ты что? Я не хотел. Говорит, смотри, там проституция за углом, я в шоке. Ну, я выглядываю за угол, смотрю, а там реально, реально стоит парень. И девушку напяливает конкретно на ветеранов. Прям за углом дома. Он говорит, это мой друг, у него жена и двое детей. Представляешь, а он вот с ней, там пять минут шестьсот рублей. Это Митя, или как ты его? Короче, я его знаю. Я их всех знаю. Вот мост, знаешь, как называется? Ну, там Махнет какой-то. Я недавно приехала. Давай, иншала, давай. Мост в Петербурге все-таки должен называться, нет, именем кого-то из петербуржцев. Хотя бы героев как-нибудь, да. Героев, потому что это сделал для города, но явно не для тех людей, которые... Я не знаю, может, Ахмад Кадыров и вложил какие-то... Ничего он не вложил абсолютно. Но про это уже говорили тысячу раз. Я вообще не в курсе, почему так назвали. Я недавно в этих постах наткнулась, что здесь какая-то война идет, ну, ругается за название. Я не против, потому что все-таки в первый президент Чечни немало хватнулось, так сказать, да? Мое личное мнение. Все-таки мы живем в 21 веке, правильно? Смысл тогда было соединять Чеченскую республику. Но рано или поздно все ниточки, они ведут именно к чему-то национализму, к национальности. Именно вот это вот наше терпение или нетерпение к Северному Кавказу в целом. Они не забыли ни своих традиций, ни своих корней. Мы же славяне, мы уже много перенимаем именно от Запада. Он воевал во второй Чеченской войне, и что он там взял девушку, якобы снайпером. Якобы он ее изнасиловал и убил. Ну, это уже никогда не доказано. Сидел 9 лет в тюрьме, и когда вышел, его застрелили. Сильно, стильно, и цветы, да, появились. Я это все в интернете смотрел, я поэтому здесь живу просто недалеко, на Ленинском 82. И вот пришел со своей подругой посмотреть. Я думаю, что надо все равно к мнению народа прислушать, что если народ против, то не надо это делать вообще. Ну, как бы, если народ против. Потому что народу же не кататься. Потому что многие люди не хотят вообще даже по этому мосту ездить. Допустим, вот маршрутка, она идет туда, вот, как называется, в жемчужную плазу, да. То есть люди как бы не хотят даже приезжать по этому мосту из-за того, что его так назвали. Все были против, чтобы его так называли. И если правительство не смотрит на людей, которые он против, на это название, то ничего тогда уже не поменять. Простых там, ну, Захарова, Жукова, все герои. Простых героев там, ну, доблести. И мост Кадырова, но, не знаю, не мое это, митинги. Война бы началась, может, пошел бы, а так ходить? Нет. Кричать с транспарантами, ну, зачем? Высоко? Высоко. Окей, понял. Да. Теперь. Жагом. Жагом. Ну, я, короче, последний раз все могу. Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В основном все жалуются, что это очень шумно, всем еще мешает. Нерусских много стало. Да, очень много нерусских. Жалуются. Если раньше, когда не было суда, тут были все свои, ну, а теперь сейчас очень много всяких узбеков ходит. Ну, детей опасно уже отпускать гулять. Встают. Вот, например, она жила в 12-м доме и... Квартиру дали. А, то есть ты переехала, да, сейчас? Ну, сюда приезжаешь уже с друзья? Да. А где дали квартиру? На проспекте Героев. Это там, где Кадыровский мост, да? Да, да. Собирали там подписи. Ну, там новые там. Да, там вообще хороший район. Там залив. Парков много. Так тут тоже залив. Ну, там по-другому, там все новое. А тут чисто гетто. Острога, Ковпадина. Мы провалились ногами, здесь не поможет стремянка, и мы не вылезем сами. Мы все местность знаем, но изусть и не поспорить вовсе. Рубая погромче радио, здесь канонерские новости. Здесь каждый падит, кто не в тегах местных ребят. Здесь каждый знает друг друга, о чем все говорят. Здесь экология, херня, и каждый день растет промышленность. Здесь каждый промышляет хип-хопом немалых количеств. Здесь чурки строят мост и будут строить еще пару лет. Тут нету жестких правил, вот это аргумент. Нет городской суеты, дворы забиты малыми. Здесь ни дома, ни высотки, а просто руина. Но зато хороший закат, и даже озеро есть. Мы на городе лисе, будем жить много лет. И если ты не согласен, то можешь думать, что хочешь подробно объяснить суть всего забытого построчной. Поехали. 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 Все, пока. Сколько я тут? Почти 30 лет, 25 лет. Вообще старожилы говорят, даже закрытую зону мне страх устраивал. Мам. Никто не лезет, они держали тут. Вот я даже застал еще тут эти постройки были, кур держали. Вот здесь прямо залезли. Кроликов держали. Все друг друга знали. Бороства не было. Да, рыболовам тут хорошо. Вот я, например, судака поймал. Вы рыбак, да? Хоть это и рыбаки все врут, но я действительно поймал 3 года назад на 7,5 килограмм на луч. В принципе, здесь вот можно назвать, что это вот Ленинградская Камчатка. Тут людей-то со мной мало. 5-6 тысяч тут жили. Сюда приезжал, когда вот с работы на 67-ой выходил возле последнего. Да, встанешь и оторваться. А так красиво, конечно. Вид солнца. Такого я ни на Курилах, ни на Камчатке не видел. Нигде. Вот именно здесь, на Коронавском мосте. Честно, я сам водитель. Работаю водителем. Да, конечно, это удобно. То, что потом ездить, как бы уже поболее. Потому что уже не надо будет стоять в пробках в городе. Это да, удобно. Но то, что это проводится за скоростной диаметр. Вот, например, прямо над домами. Если бы он стоял бы чуть подальше, где вот, грубо говоря, конец острова, через порт шел бы, то там бы и не дому касалось бы, ни шума, ничего. И люди были бы довольны. Именно с корпус 2 то, что расстелили. И там расстелили и сказали, что вот кому квартиры, у кого квартиры были не приватизированы, ну, если я не ошибаюсь, конечно, то хорошие квартиры дали. У кого были приватизированы, то есть плохие. В плохих условиях дали. Садик одну территорию закрыли, вот там строят сейчас второй садик. Хуже стало вообще. Два дома там выселили, те вы уехали. А остальные-то живут. А почему остальных не расселяют? Это же шумно очень. Ну так и что, шумно. Мы уже привыкли. В домах поставили окна, вот эти стеклопакеты. То есть дома ничего не слышно, да? Ну почему слышно, но мы уже привыкли к этому. А что сделать-то? Смысл-то какой тут бунтовать, дергаться? Все равно же стройка не остановится. Мы понимаем, что городу это надо. А вы были где-нибудь в Европе? Была. Ну так то же самое, там строят такие же мосты. И вообще никого нигде не выставляют. И такие же дороги рядом стоят. На уровне третьего этажа строят. Вот мы так и видели. Мы это все видели. И ничего тут страшного нет, да чего тут удивляться. Нужны артерии. Дороги – это артерия, кровь города. Если не циркулирует кровь нормальная, то нет нормальной экономики. Посудите сами. Но при этом… Нужна новая артерия. Нужна. Город растет, развивается, экономически развивается. Да, конечно, сейчас в данный момент это неудобство. В будущем посмотрим, что это принесет. А все ли хотят этого, расселения острова? Вы или не хотите? Я не хочу расселяться острова. Меня устраивает, я здесь живу. Здесь есть определенная категория людей, которые живут и устраивает их то, что они здесь живут. Со своим представлением о жизни провинциальным, периферийным. Здесь люди как бы… 80% людей, которые населяют этот остров – это выходцы с Белоруссии, с Украины, с центра России, которые сюда после войны были, скажем так, приглушены для работы и восстановления города. Это составляет костяк острого канонерского. Любое строительство, оно несет, конечно, какие-то неудобства. Но это явление временное строительство, оно всегда шумно. Конечно, это нарушение конституционное. Каждый человек имеет право на отдых, у нас в Конституции это прописано. У нас эти законы, к сожалению, не соблюдаются в стране. И не только здесь. Они везде в стране не соблюдаются. Ну, эстетически я не считаю, что дорога уродливая. Западный скоростной диаметр обещает нам здесь Монте-Карло. По крайней мере, со своих слов. А что здесь будет, мы увидим. Как бы сейчас очень большие сложности с людей расселения. Они не могут себе за те деньги, которые им оценили, они не могут купить себе аналогичное жилье даже здесь. Потому что здесь такого нет. Жилье подорожало, и люди потеряли просто, скажем так, кусок своей недвижимости. Каска падает прямо, знаешь, такой страх. Бывает же рабочий, да, вот каска падает. Прямо дорога, дорога идешь, перед тебя каска падает. Это нормально? Конечно, ненормально. Там машину, сколько машины ездят. Мы все это дышим. Знаете, вот когда солнце, оттуда такой грязь все летит. Под окном вытирай это все там. Каждый день вытирай, вот черный прямо вот так. Такого не было никогда. Все летит. Вот слышно, да, такое. Ночью, знаете, как болгарки работают, они ночью. Хуже чем-то, как слышно. Что вы. Даже телевизор смотришь, тихо делаешь телевизор, даже не слышно. Телевизор, что говорят, даже не слышишь. Вот такой шум. А стеклопакеты? Да есть стеклопакет такой, знаете, вот самый последний. Бесплатный, знаешь, что бывает, как бывает бесплатно. Самый нижний, нижнокачественный поставили, типа так, стеклопакет. Людей рот закрыли просто стеклопакетом. Какой мы знали, канонерки, ничего не осталось такого. Ни красоты, ни доброты, ничего. Тут был пляж раньше, ну, там где остров. Там можно было хорошо поплавать. Но, блин, все из-за дороги, там камнями, все, чтобы покидали. Я отсюда уезжать не хочу. Я вот тоже. Никто нас туда вообще не хочет. Тут близко школа. И все мои друзья. Мало о чеме стало. Потому что вот там, где сейчас тройку начали сначала, там было заброшенное здание, там завод какой-то был. Там можно было прикольно походить, залезть на эту башню, попрыгать с нее с парашютами. Там прыгали с парашютами. Спускаться там можно было в бункеры. Очень весело было. Они раскладились. Они раскладились. Из-за этого нормальной рыбы почти нет. И на них ни хрена судака не половишь. Ну нормальная рыба это что? Окунь. Вещь. Судак. Вещь. Плотва. Алим. Да. Семга. Ну что, у нас нету? Ну да. У нас с налим. А также и раки. Приятного апittel Vision Д. Удиллем всей wornки. Удиллем. 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 Нашу котельную заброшенную застроили и тем самым островом Мы все наше детство вместе, которое мы проводили, застроили с этим дерьмом и теперь мы не можем там вставаться Типа вот Типа под определенным углом, да? К и О? Ну типа вот так, это буквы К и О Это Кронштадт Кронштадт, да? Ну там Петергоф вроде Да Да, он там Вообще тут район такой страшный Тут много что происходит, много убивают Недавно человек с окна выбросился Каких-нибудь трупов находят На берегу Стрёма, ходи Четыре человека умерло уже То есть ЗСД на крови строится Сначала там Придавило рабочего Трактором вроде он упал Ой, не трактором, а краном Потом ЗСД трактор упал, короче И еще на лифте там поднимался Чувак он тоже упал вниз Террористы, да, поймали среди рабочих Короче, он был в розыске Его так ловят, короче, и все Я вообще удивился на самом деле И не ожидал, что террористы могут быть Вот Они на каждом углу тут Водом, короче, площадку построили Короче, теперь тут по очереди футбол играем Потому что тут команд Команд 5-6 набирается И нам поиграть не дают Они все ЗСД приходят и, короче, в футбол играют Ну, тут, короче, фуры у нас есть И за них все время пробка происходит Домой бывает попасть в туннели Ты прям стоишь и, короче, в очереди, да Я посмотрю Раскиданные по углам заботы Прибавлялся опыт на ухо Нашептывали, как бы было хорошо Но я прожил тут много толком Ничего хорошего Я в этих серых красках Ничего я не нашел Движения по жизни шоу Я иду со мной уместно За себя я сам собой С этим стилем наравне Полезному никак к плохому Привыкаю слишком быстро Говорила моя мама Канонерка валит с выстрелом И этот мир насмерть ломает башню Как бы страшно не было со мной Тех, кто дороги И это мое небо Не было причин Так половину начали мы Сами шлях по подъездам Познавались Здесь годами Наши навыки В качестве знамя Знания лишь силы Для того, кто не боится Казаться изнасилованным За фачками Кляксом стиля Вовсе не страшно Просто выносите смысл и надежду Завтра Это балтийский сир С берегом Забытого острова Я не такой, как вы все И больше нету вопросов И больше нету вопросов